Доброго времени суток, друзья! Мы продолжаем вам рассказывать об обучении в Международной Школе Отельного Бизнеса «Ле Рош». Прошлые выпуски – это интервью со студентами, экскурсии 360 градусов, информационные выпуски о курсах. Все это вы сможете посмотреть на нашем канале. А сегодня хотим вас познакомить с одним из преподавателей вуза, который расскажет подробнее об учебе по специальностям гостиничное дело и ресторанный бизнес. Приятного просмотра! Здравствуйте! Здравствуйте! Рад знакомству с вами. И я рада. Меня зовут Адиль. А вас как? Я миссис Мартос. Миссис Мартос. Рад знакомству. И я очень. Мне сказали, что вы мне можете объяснить, как структурированы академические программы в вашем учебном заведении? Да, конечно. Я здесь работаю уже 4 года. И, конечно же, у нас на кампусе есть разные программы. Есть программа BBA – это бакалавриат в бизнес-администрации со специализацией в индустрии гостеприимства. И также мы предлагаем программу магистратуры. У нас их две. И также программы для управляющих. Для управляющих? Да. Одна магистратура по маркетингу в сфере туризма класса «Люкс». А вторая связана также с гостеприимством. Это вторая часть нашей программы BBA. Магистратура по международному управлению отелями. Хорошо. Давайте начнем с курса бакалавриата. Он длится 3 года? 3,5 года. Но эти 3,5 года не только на кампусе. Студенты начинают на кампусе и занимаются работой. Что это значит? Они обучаются в классах. Это как учебная часть в школе. Но также они работают в наших ресторанах. То есть они являются частью нашего персонала в школе. Знаете, я только что посетил один из ваших люксовых ресторанов. Во втором кампусе. У вас их два. Да. Сейчас, несколько месяцев назад, у нас открылся второй кампус. Он новый. И также новое общежитие. Еда была очень вкусной. Да, она великолепная. Еда, конечно, великолепная. Но что еще более замечательно, это то, что студенты готовят ее. Они обслуживают. И обслуживают. Студенты готовят еду. Подают еду под руководством очень профессиональных преподавателей и персонала. Не так ли? Да. Наши преподаватели очень хорошие шефы. И они работают вместе со студентами. Поэтому вас обслуживают студенты. Еду, которую вам подают, готовят преподаватели. Шефы. С шефами и студентами вместе. Великолепно. Очень хорошее место. Помните, в самом начале я говорил, что на нашем канале есть разные интервью и экскурсии, снятые в школе Лерош. Так вот, у нас есть еще и дегустации. Хотите посмотреть, как выглядят блюда от учеников одной из лучших школ гостеприимства в мире? А если доверитесь мне, то и узнать, насколько они вкусны. Тогда после просмотра этого ролика приглашаю вас в ресторан. Правда, виртуально. Ссылка на выпуск есть в описании. А пока вернемся к беседе с мисс Мартас. В общем, структура курса разделена на теоретическую и практическую часть. Да, давайте я вам объясню. Наши студенты учатся три с половиной года. И эти три с половиной года разделены на семестры. У них есть первый семестр, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. В этих шести семестрах, два из них, это второй и пятый, это стажировки. И они не на кампусе. Студенты уезжают. И они сами решают, в какие страны. Куда же вы их отправляете? По всему миру. Правда? Не только в Испании? Нет, нет, вообще нет. Некоторым очень нравится Вандалусия, и они предпочитают оставаться здесь. Но должна сказать, что большинство студентов уезжают во все уголки мира. Могу я отметить со своей стороны. Лерош – это очень большое имя. И вас очень уважают в индустрии. Все знают вас. Топовые отели, топовые рестораны по всему миру. И поэтому ваши студенты и ваши выпускники пользуются большим спросом. Верно? Можно так сказать? К нам приходит очень много компаний, которые набирают студентов прямо у нас на кампусе. И также проходят виртуальный карьерный день. И во время этого дня они встречаются с компаниями, которые хотели бы нанять на работу наших студентов. И познакомятся с ними, например, в Teams. Ведь эти компании по всему миру. Два семестра стажировки. Да. А остальные семестры проходят на кампусе. Например, мы их называем первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой семестр. Но они также называются BBA 1, BBA 2, потому что это бакалавриат. BBA 3, 4, 5 и 6. Хорошо. BBA 1 – это более практикоориентированный семестр. Например, студенты работают здесь, в наших ресторанах. И вы им даете все делать. Да, они делают все. Убирают, готовят столы, изучают протокол, готовят еду вместе с шефами, моют посуду в том числе. Вообще все. Вы должны делать все. Даже если вы планируете стать менеджером, управляющим ресторана, нужно знать, как правильно мыть посуду. Конечно, безусловно. Это наша философия. Изучение всего начинается с нуля. Для того, чтобы потом стать главным управляющим, а это совершенно точно ждет наших студентов в будущем, они должны изучать все базовые процессы. Да, конечно. Перед тем, как продолжить нашу интересную беседу, пару слов на немного отвлеченную тему. Интернет – вещь непредсказуемая. Информации в нем очень много. Но применительно к конкретному учебному заведению все сводится к нескольким основным фактам и рекламе. Ведь зарубежное образование стоит немало и не хотелось бы, или наоборот, хотелось бы наткнуться на особенности, которые не смогут описать даже маркетологи и копирайтеры. Но для вас это не проблема, если вы запишетесь на консультацию в компанию «Мариаде». Дело в том, что мы лично знакомы с большинством топовых учебных заведений. У нас повсюду подопечные, а значит, настоящие инсайдерские самоцветы. А еще все наши консультации совершенно бесплатные. Поэтому оставьте заявку по ссылке в описании на вашу бесплатную консультацию, и мы поделимся своим богатством. BBA-1 также включает в себя небольшую часть, связанную с учебой. Это в первом семестре. И я вам покажу. Покажу нашу демокомнату, которую мы используем на программе BBA, для того, чтобы обучать студентов горничному обслуживанию. Пойдемте. Давайте посмотрим. Посмотрим. Мне так нравится здесь ваш оазис. Этот сад. Это что-то типа микроклимата. У нас очень хорошая внешняя территория. А сейчас давайте покажу вам нашу демокомнату. Это наш класс. Это отельная комната. Как включить свет? Это наша демокомната. Классная, ребят, да? Это классная комната. Как вам такая классная комната? И у студентов здесь проходят уроки. Это нетрадиционный класс. И мы сюда также включили много технологий. Например, здесь нет полотенец. Нет полотенец? Нет. Это одна из самых интересных вещей, которые у нас есть. Вот это? Это сушка для тела. Можно мне туда войти? Да, пожалуйста, можете показать. Это сушка. Я никогда не видел ничего подобного раньше. Мы очень экологичны. Также мы принимаем все экзамены на компьютере, а не на бумаге. Мы стараемся быть очень экологичной школой. Могу я протестировать душ? А затем здесь высушиться. Всегда можно после душа этим высушиться. И еще есть такое стекло. Вы его видите насквозь. Оно прозрачное, но оно становится темным, когда вы заходите внутрь. Есть кнопка, которую нажимаешь, когда заходишь в душевую кабину. И когда принимаешь душ, стекло становится темным. Сменить постельное белье, полотенце, вытереть пыль – это и многое другое обязан уметь делать будущий руководитель любой гостиницы. И отлично, что всему этому студенты Лерош учатся в реальной обстановке. Да еще и какой – красивой и высокотехнологичной. Также наша кровать на электронике. Поэтому, когда горничная застилает постель, она сама поднимается. И ее не нужно поднимать силой, когда ее застилают. Это чудеса? Правда. Это то, что сейчас используют в некоторых отелях. В некоторых отелях – да. Конечно же, не во всех, потому что это очень дорого. Но мы стараемся думать не только о гостях, но и также о персонале. Кровать поднимается, чтобы не наклонялись. Хаускиперы. Да, для хаускиперов. Сегодня я убедился в том, что сочетание бизнес-ориентированных предметов, практических занятий и оплачиваемых стажировок вне кампуса делает из выпускников Лерош квалифицированных специалистов, готовых приступить к работе сразу же после выпуска. Своим же мнением об услышанном и увиденном предлагаем вам поделиться в комментариях. А также ставьте лайк, если было интересно. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok